Как бы события не разворачивались в мире, но тем не менее желаем всем доброе время суток. Значит, Ромалы, хочу сказать на данный момент за ситуацию, которая происходит здесь в Краснодарском крае. Скорее всего, многие убедились в этом, что нет региона, нет области в России, подобной Краснодарскому краю по беспределу со стороны цыганской национальности во главе Владимира Петровича Чеботарева. И, соответственно, у него есть помощник из города Москвы Бариева, Ивана. Значит, смотри, Иван Бариев, обращение к тебе. Поскольку ты дал своей собаке, своих слов, своей подчиненной, значит, сявке, тявке, или как там ты ее назвал, грязная собака, зеленый свет, Ваня, я тебе говорил, что если ты дашь зеленый свет жеребенку, с твоей помощью, с твоей командой, цыганскому народу намного будет сложней, абсолютно сложней. Мы сейчас наблюдаем. Вот последние события 2-3 дня назад, что произошло в Краснодаре. Мы знаем, что Гоша стрелял в Карпенко. И здесь же моментально, моментально, обратите внимание, Рума, вот к всем. Вот такой момент очень интересный. Есть прессы, несколько пресс Краснодарского края, которые работают в области государственной сферы. Никто не смог определить, никто, обратите внимание, лицо стрелявшего, жеребенок, собака, как назвал сам Бариев, этого человека, если можно его назвать человеком, выходит, как пресс-служба МВД первый выходит, и озвучивает на весь мир. Это сделал Гоша. Это сделал Гоша. При этом СМИ Краснодарского края пишет в своих публикациях неопознанное лицо, неопознанная личность. Буквально проходит несколько часов, несколько часов, и Гошу задерживают, и Гошу задерживаете. Делайте сами выводы. Повторяюсь, пресса Краснодарского края опубликовала в своих постах то, что лицо неопределенное, неопознанное. Он говорит, конкретно указывает, что это Гоша сделал. Значит, почему он так говорит? Чтобы вы все понимали. Два года назад Гоша его объявил с деморесом. Здесь, в Краснодаре. Обоснованно объявил. Также Бариев подтвердил, что он действительно является объявленным и отстраненным от общества. Также сам Бариев сказал, что он грязный человек. Он пропаганду вносит в нацию. Также его слушать нельзя и воспринимать нельзя. Никаким образом воспринимать его нельзя. Но, тем не менее, Бариев в последнее время, мы понимаем, он извинился своему подчиненному. Этим он дал зеленый свет для того, чтобы топить цыган. Получается, со слов всего этого и с того, что мы видим, жеребенок кто, Румалы? Разве он не сдемарь? Разве он не сдал Гошу? И еще момент такой. Это схема Бариева и это схема Перца. Хочу вам напомнить. Я Перца знаю 30 лет. Напоминаю, 30 лет. Значит, смотрите, что получается. СМИ Краснодарского края не смогли определить. Они написали неопознанное лицо. Они выходят на опережение, на опережение Румалы. Это 100% значит схема Перца и Бариева. Выходит их подопечный и в эфире трактует то, что это сделал Гоша. Никто не смог определить. Даже родственники некоторые не знали и не могли знать. Он уже узнал. Он конкретно узнал, кто это и опубликовывает. Значит, смотрите, что я хотел этим сказать. Получается, лично я нисколько не сомневаюсь в моих убеждениях, что это схема Перца. Он это сделал на опережение и озвучил, что виноват в этом все, во всем виноват Глушков. Почему Глушков? Потому что вы сами знаете, у него личные неприязни с Глушковым. Также у Бариева личные неприязни с Глушковым. Соответственно, надо перевалить все на Глушкова. Но, почему никто не задумывается, что таких случаев в Краснодарском крае до Глушкова несколько, несколько случаев, где Перец использует близких родственников своих противников и отправляет их стрелять. Пример живой, это я. Сколько раз он отправлял ко мне, моих же родственников, стрелять, вымогать деньги. И в результате он возбудил дело. Потом, помните, случай, сам Перец подтвердил, что и его подопечный, этот Пяткалис Габуда, Новороссийский, что, значит, жеребенок, их близкий человек, ну, их команда, одна команда. Вот сейчас мы увидим ролик, где сам подтвердил, значит, жеребенок, что он находится из этой же команды. Посмотрите, пожалуйста. Без проблем. Я тебе скажу так. Я Володю Перца читаю моим старшим братом. Поня, слушай это. Дай Бог здоровья. Я это знаю. Если он не сказал, что сам он наш, все, сам. Все разговоры между нами закрыты. И это я тебе говорю. Это отрывок свидетельствует о том, что бесспорно и никаких нет сомнений, что это одна криминальная цыганская группировка под руководством Владимира Петровича и Бариева. Значит, следующие моменты. Хочу напомнить, Иван Бариев, лично вот вам, до съезда мы с вами часто переговаривались. Я вам говорил, я вас предупреждал, и вы со мной в большей части согласились, потому что поспешили с этим съездом, это ваши слова, что ваш съезд приведет к большой проблеме и к беде. Мы сейчас результат видим, Ваня. Мы видим результат вашего съезда, к чему ваш результат довел. Тем более, после этого результата ты дал зеленый свет своему подчиненному. Ваня, ты вообще подумал, что ты сделал. Ты подумал, что ты сделал. Глушкова, вот ты обвиняешь Глушкова, да, во всем. Ты помнишь, кто первый возразил вашему съезду? Это Гоша. Он даже вас обматерил. И он вам за это извинение не попросил. Ты требовал извинения, чтобы он приехал к вам в Москву. За него выступил, как у вас это обстроено годами, Перец. И сказал, якобы извините, простите. Кто вас не знает, Ромалы, я вам говорю с уверенностью, это игра на протяжении 30 лет. Это у них была игра. Вышел Перец и сказал, Бариев, извини за младшего брата. Он его никогда не считал младшим братом. И он ему не является младшим братом. Это всего лишь была игра. Игра для того, чтобы Гошу использовать для этой цели. Лично они говорили, лично Ваня, ты говорил, что ты, Гоша, не простишь это. Лично мне ты говорил, что ты потребуешь от него жесткий ответ. Мы сейчас видим, Ваня, результат твоего съезда. И не нужно на опережение работать, выпускать свою собаку казахстанскую, чтобы озвучила якобы это дело рук Глушкова. Ваня, а почему ты не озвучил и не попросил своего казахстанского подчиненного, когда в меня стреляли? Случайно ты не подумал, может быть здесь тоже Глушков был виноват? Из вашей команды отправляли в Новосибирск резать, стрелять людей. Все видели видео, тоже Глушков отправлял. На протяжении 30 лет Перец под его руководством. Сами люди говорят, что нас отправил Перец выполнить это задание. Тоже Глушков виноват, Иван Бариев. Здесь дураков нет. Будут очень, нас Мануша смотрят, очень много Мануша смотрят. И прекрасно понимают, если они комментарии не пишут, это не говорит о том, что они не понимают, что это твоя, именно твоя заслуга по Краснодару и заслуга Перца. Я в этом больше, чем уверен. Больше, чем уверен. Лично мне Перец сказал, вот так вот я сделаю и ко мне побежит Гоша и я сделаю все, что я захочу через Гошу. Результат, Бариев, результат на глазах мы видим. Еще раз, Мануша, хочу вам напомнить. Ни одна пресса Краснодарского края не могла определить, ни милиция, ни прессы, кто стрелял в Карпенко. А им уже известно, он выходит, опубликовывает и говорит, стрелял в Гоша. Разве это не сдавалово, Ваня Бариев? Разве этого не сдавалово? Теперь, я хочу сейчас следующий момент показать вам и я прокомментирую. Саша Рябиненок, ТВС Бахтало. Я извиняюсь перед тобой, Састепе Зорбах и надеюсь, что у тебя все, твое поправится. Мы в будущем все равно будем одной командой. Мы в будущем все равно будем одной командой. Одной командой. Значит, это видео говорит о том, что казахстанские подопечные являются в команде с Бариевом, с Перцем. И мы множество имеем подтверждений того, что это одна команда. Почему я их уверенно называю и обозначиваю криминальной цыганской группировкой во главе с Перцем Владимиром Петровичем? Потому что лично я от него много раз страдал через Ракле. Он Раклен отправлял к моим родителям, ко мне и вымогал деньги, угрожая при этом убийством. Я вам об этом говорил раз. Значит, последние звонки Бариева, угрожение, угроза была в мой адрес. Он сказал, если ты мое имя озвучишь, то пришлет людей и разнесет меня, накажет разными способами. Потом, постоянно угрожает на вас российский, это пятка лист перца, да? Вот, почему они так делают, румалы? Никогда не забывайте, они отстраненные цыганским обществом. Не я их отстранял, их не же друзья. Именно перца и остальных его подчиненных. Значит, смотрите, напомню. Вот это выступление жеребенка было на опережение, дабы людей вести в блуд и перевернуть все на Глушкова. Якобы, это дело рук Глушкова. Еще раз, значит, помните, что сам Гоша сказал за Глушкова и сказал в адрес этого съезда. Он пошел против съезда и выматерил даже. Перец поизвинялся, сыграл, дабы заладить все вопросы. И при этом очень технично использовал, значит, Гошу. Я вам хочу сказать вот, что еще очень важно. Обратите внимание. Из последних слов. Это буквально за несколько дней. Несколько дней, это примерно двое суток до стрельбы в Краснодаре. Со слов Карпенко, со слов Карпенко, я понял так, что у него большие проблемы с перцем. Большие. Он выразил грубое и жесткое недовольствие в адрес перца. И сказал, что он начнет за него рассказывать людям. Выходить в эфир и рассказывать людям за перца. Буквально день на второй день вот это все произошло. Вот результат. Так что вот этому блудню, отстраненному, этому самому, как его называют, казахстанскому, не верьте. Не верьте. Он людей вводит блуд прямым смыслом. Мы все прекрасно знаем, что его во многих городах отстранили. И цыгане сказали его не воспринимать абсолютно никак. Единственное, его сейчас воспринимает перец и барин, потому что он им нужен. Так что еще раз. Хочу обратиться к всем цыганам мира. На самом деле, значит, вот эта команда криминальная во главе с Перцем и с Бариевым. У них подчиненные это Анжерт Плащун, Габуда Новороссийский, кто там еще, этот жеребенок. Они действительно людей много времени и много лет вводят блуд, выбивают нагло деньги. Значит, разными способами. Либо через Урая, либо через Ураклы. Поэтому будьте внимательны, будьте поаккуратнее. Не ходите, не обращайте и не воспринимайте их. Лично Перец мне сказал летом, что он начнет цыган топить через Урая. Потому что ему деваться некуда. Румаева отстранили, вчера его тоже отстранили. И он направлять будет Румен всех к отделу полиции, чтобы те топили друг друга райенца. Потому что он в бешеном состоянии, еще раз говорю. Так что никаких сомнений, что это дело рук Перца. Дело рук Перца, Рума, уверяю вас. Напоминаю, повторяю. С последних слов Рукиных Вани. С последних слов Рукиных Вани. Это буквально за сутки, за полторы до инцидента между Гошей и Рукой. Рука выразил очень убедительное недовольство. И сказал, что в ближайшие дни будет выходить в эфир и говорить, рассказывать всем за Перца. Всем, что он умеет на руках. А видимо у него много, что было на руках. Вот результат, вот результат. Еще раз, Перец был и есть специалист в области агитации. Значит, людей и настраивать на родственников. Напоминаю, на родственников, с кем он не вывозит никаких вопросов. Использует родственников и в итоге мы видим результат. Дальше будем рассказывать по развитию событий. Всем добра. Так что, еще раз уверяю, от этих людей, от этой цыганской криминальной группировки во главе Владимира Петровича Перца, страдали всегда цыгане и будут страдать. Ромал, имейте ввиду, это очень серьезно, потому что он сейчас в бешеном состоянии. Абсолютно готов на все пойти для того, чтобы уничтожить всех.